так ну давайте поговорим слушаю что скажет у нас все выставляется в интернет вы не против опять за тоже что значит хотел не хотел мне нужно да или нет да значит продолжаем нет закрываем лавочку вы не против что у нас все записывается выставляется в интернет я не хочу чтобы видео выставляли ну тогда разговора нет еще что такое вы же не не преступник вас не ищут алименты платить чего так боитесь и непонятно но это поучительно то что мы записываем говорим талант такой тратим люди то не знают много за каждое слово цепляется даже не думаешь это мне вот открылась то-то то-то а чем мы зря будем время тратить то есть мы все записываем выставляем в интернет вы не против а ради меня время потратить не ради не ради так мы не можем для одного у меня вот только пришли сидят я людей оставил и здесь сколько бывает игнать у меня к вам вопрос вы этот ролик ранее видели линию который показали вы да да который видел я сегодня его от корки до корки посмотрел я время меня поймите правильно я не как сказать я не пропагандист этого ролика я его также как вы посмотрел и решил более старшими пообщаться мнением я отвечу на все вопросы даже которые вы не зададите итак мы все записываем выставляем интернет вы не против ладно скажите слово не против не против все давайте вопросы если есть а если нет вопросов я начну сам их ставить ну вопрос первый действительно да это действительно а вы давайте по частям я буду отвечать это действительно смоковница израиль дальше и действительно что не пройдет рот сей не придет рот сей какой вот я это хочу христианский рот христиане не исчезнут с лица земли как бы не гнали они то что там еретик говорит рот сей сегодня мы живем а вот это нельзя было сказать сей потому что 2000 лет позади и не думали рот который жили при христе затаус говорит нет а рот христианский не исчезнет будет итак сейчас я сделаю что-то сильно светит так посидишь маленько потому что важный разговор тут такой ну тогда получается значит мнение автора этого ролика что имеет в виду рот сей с момента образования израиля то есть начиная с 1948 года как приют нет 48 года никакого отношения не имеет рот христианский начиная с апостолов как бы их не гнали как не не казнили а они будут христиане до самого последнего дня вот о чем речь идет хорошо это мнение вас понятно далее мы идем там насчет знамений небесных так это фикция все ничего этого нету это обман это вы к выкинете это начинает они уже гуглить друг друга никаких звезд он растопырил там это речь идет о церкви церковь рождала младенца они какая-то там у него венера это глупости никогда мы же знаем что когда христос первое его пришествие рождество христа было что волхвы по звездам могли определить это событие никто кстати кроме волхвов только те которым ангел лично сказал узнали это событие остальные никто не еду кроме волхвов мудрецов а что это за звезда была какая натуральная хорошо давайте вот луна она насколько ближе звезд и однако она может стоять надо мной рядом соседи на километр на два на три значит это шла высотой не больше может метр над крышами от некая ангельская сила названная звездою вот как объясняется а под звездами я смотрю звезда надо мной в новосибирске надо мной одна же звезда расстояние это угол то скрашивает значит здесь есть такое что они двигались по моему как бы за звездой это звезда она называется звезда за звездой нельзя двигаться по звезде определяет время и направление куда а рядом узнать еще нельзя она на высоте миллионы километров нет вообще никак значит когда он начинает говорить о звездах это они не знают что добавить дальше у него библия перевод начинается не руни санинодальный перевод и перевод не сходится очень сильно зачем он это делает а потом когда нужно сказать что-то он берет и цитирует синодальный перевод самый лучший в мире а ему зачем тогда сетат перевод имеет а другим пользуется а этот перевод правильный то он не совпадает с тем и они начинают тогда сами ставят слова и добавляют жулики так можно поконкретнее вы сами по это по сравните когда он показывает библии цитирует там же петь буквы идут а в это место затормозить и посмотрите откройте библию ты выйдете там этого нету совсем не об этом речь идет они целое предложение меняют зачем я буду бить я меня достаточно один раз услышать я понимаю не из библии это новая секта свидетели югова с ними там переплелись вместе они друг друга поддерживают нет нет это по моему адвентисты седьмого дня по крайней мере у этого человека на канале есть ролик как он там практикует говорение на иных языках ну а там этому это к этому вообще очень осторожно вы меня не причитайте пожалуйста к их нет нет даже у меня даже мыслях не было даже мыслях не было этого я не знаю мне некогда думать было я смотрел что там говорит ролик мне он показался интересным и многие там факты вроде как это игра идет и комедия показал комедия он и в это не верит ломается стоит теперь смотрите он сказал 1948 году это без герцеля не обошлось а да так а дальше то он от этой даты начинает отсчеты какие-то делать дальше говорит о тысячелетнем царстве которое началось на голгофе а все еретики ждут она что когда-то будет у него такая в голове безобразная каша вообще нет это кстати у многих протестант в течение есть учение о тысячелетнем царстве что оно наступит когда христос придет уже церковью на землю и здесь вместо человеческого управления которое сейчас мы имеем несовершенного который приводит к войнам и прочим последствиям будем мы уже как бы постись железом железным христа то есть народы все на земле в течение тысячи лет после которого дьявол будет освобожден на короткое время и потом уже окончательно будет вернуться но тысячелетнее царство по их мнение еще не началось да да а дальше вы же все учения знаете и баскистов это у баскистов я знаю но дальше то что говорится то и говорит жатва одновременно не на тысячу лет раньше пшеница возьмется а сначала плевела возьмите у них все вывернутое господь говорит жатва есть кончина век оставьте расти до конца господь посчет ангелов и они выберут а когда это было очень просто два четырнадцать и посланник евреям свяжет на какое-то время когда ну тысячелетнее царство а где он его связала мы считаем как дети причастны плоти и крови то и он иисус воспринял оное дабы смертью своею лишить силы имеющего державу смерти то есть дьявола когда он связан был на голгофе на голгофе об этом говорится мы считаем 26 глава матфея как может то сильно расхитить вещи если прежде не свяжет его сильного а где господь связала 1 петра 4 6 определенно для того то господь исходил преисподние связав узами адского мрака связав а они ждут когда-то а господь говорит плевела и жатвы рыбы а рабы говорят давай выберем плевел он говорит оставьте россии вместе до жатвы и тут же толкование жатва кончина века там воскреснуть не раньше не на тысячу лет а в году в одном 365 дней они ошиблись в триста шестьдесят пять тысяч дней вот так но я кстати не знаю православного учения о конце времен как там как у православных я вам отвечу сейчас очень и очень просто вы меня видите да я не знаю сейчас увидите нет вам надеть сейчас я тут еще и свет добавлю вам это не видно да или видно но только как ногами у вас переверните а так 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 спокойно вот смотрите где христос родился где умер и когда тысячелетие царство начнется в конце мира за три с года я там в конце всеобщее воскресенье суд божий время остановилась вот она как выглядит вам хорошо считать можно а то у вас на сайте есть вот это а на сайте там можно найти там сделано в этой да можно у вас получается христос момента воскресенье его пошло тысячелетнее царство начало тысячелетнее царство на голгофе началось тысячелетие царство имеем уже более двух тысяч лет да 2000 у бога тысячи лет как один день это время евангельской проповеди слово тысячи это не означает тысячи и благостолю в тысячу родов но сейчас 7528 год идет от адама от ищу родов даже взять по 25 лет 25 тысяч лет да какие 25 еще 20 тысяч лет еще жизнь будет на земле ну все я понял ладно не дешевле вот падут под тебя горит тысячи в псалом 90 и 10000 одесную тебя а если 11000 что уже не вы не победить христос речь идет множество это толкование с первого года а вот тысячелетнее царство на земле это хилиазм называется ересь притом все сектанты поражены этим как иконы идолы для них все их легко обозначить обозначить они не совершают крестного знамения они не верят что царство божие началось там где да придет царство твое мы каждый день молимся об этом я кстати могу крестное знамение если совершил крестное знамение уже печати нет на тебе а ты прям силен говорит но у меня и католическая и православная потому и потому что у меня предки если католики и православные но уверовал я в баптистов потому что ну у меня родственники со стороны отца они все баптисты все сестры его там много у него там 5 так теперь мы возвращаемся к этому ролику о последнем времени когда он говорит и дальше он начинает просто выдумывать все нигде ничего этого нету и вот там они будут где-то в другом месте построить храм то чё он городит да разве евреи будут где-то в другом месте строить когда второй зарвавелев фундамент должен войти по сантиметрам в это что стоит какая я все это сбросят даже разговаривать не будут ни перед чем не остановится вы думаете зря еще год не прошел как дано трамп перенес посольство в иерусалим теперь официально америка может ввести туда миллион войск почему а наше там посольство тут все обдумано и трамп принял официальный иудеизм он же из минонитов там где-то мормон или кто-то писали где-то и тут официально объявили принял иудаизм конечно будет делать все что ему скажет он не главный главное там дальше там еще три этажа у меня тоже такое мнение что его и поставили президентом для того чтобы он помог да строить третий храм это у меня тоже такое подозрение по крайней мере правит люди совсем другие то что показали телок которая красная то их выводили где-то в америке чтобы ни одной волосинки не было белой и поехали раввины проверили и две телки абсолютно рыжие рыжая будет принесена в жертву и пеплом ее покропят потом то есть они все готовят а этот который кривляка состоит пацаненок то но они играют просто дескать посещать будет 700 тысяч смотрят земля плоская люди поверили там собой земля не круглая плоская ракеты не летали они долетали там ударялись на землю падали у нас был один такой астронавт любая тема и третьего храма это же тоже предмет не да ну у нас известно писание об этом говорит ирине илеонский и прям серен святые отцы об этом я не знаком сразу скажу я житие святых я как обучен как и у протестантов в основном библия и если допустим у православных толкование библии идет от святых отцов то у протестантов своего рода тоже святые отцы как бы есть этот тот же каргель допустим или скотчил толкование библии же есть только заменили одну бакмелдеры разные я на ней обучался но скажите вы будете беседовать с ними скажите вы верите тысячелетнее царство когда оно у нас начнется тысячелетнее царство грешники воскреснут или нет нет они решительны все а в конце тысячелетнее царство развязываются почему господь притчу растолковал так жатва кончина века но прежде прежде говорит что и господь другой порядок дает совершенно и начнется тысячелетие царства господь пошлет когда на голгофе здесь пути разошлись и и притом если вот православие тоже строительство третьего храма это уже считается последними временами да близко грядущая но судя по другим где армагеддон будет и что будет 17 18 глава откровения я легко могу доказать что речь идет о москве москва должна быть сожжена в один час ну давайте хотелось такую точку зрения ну давайте сколько бомб нужно атомных чтобы москву уничтожить знаете но как они говорят сегодня девять 9 но сегодня на него направлены 9 тысяч почему подтянули везде и в латвии везде стоят эти там ракеты почему они так заволновались когда хрущев подтянул кубик ракеты но договорились что мы убираем оттуда вы с турции уберите а сегодня плотную окруженная а себя защитили да защитили тройным щитом но кое-что долетит и никто то говорит о его шоп генерал-полковник родионов генерал армии они подсчитывают это все очень зачем бы это сказал да но не нападут но оборониться нельзя супер скоростные ракеты скорость там звука или что в 10 раз превышает тут сегодня какие ракеты летят их 10 раз быстрее а на перехватка где-то а замучаешься брать одновременно взлетает 12 тысяч ракет одновременно и все эти данные сегодня публикуются и и защиты нету и путин об этом сказал но нас они убьют но им не жить мы то нас убьют мы невинные брай пойдем а вы все передохнете и вот это ну понятно что защиты нету а когда говорится почему думаете что москве я говорю признаки а признаки такие нам на бумаге начинаем писать а люди люди несторонних они на то лондон будет другой город вашингтон третье пекин и я говорю давай по порядку где она написано 7 голов суть 7 гор на которых жена 7 гор так на скольки горах москва 7 а глинка писал стихотворение насколько я знаю извините что тревога рим тоже по моему на 7 и рим но запомните что сказали потом вернемся три города в мире которые на трех горах аман и вашингтон но это не все так мы выделили три города теперь будут остальные все отпали теперь дальше говорится о чем вином блудодеяния напоила все народы скажите аман город каким вином блудодеяния напоил да никаким вашингтон каким ничего там нет кроме того грабить народы а у москвы третий интернационал марксизм ленинизм зараза коммунизм по всему миру рассеяна вино блудодеяния дальше говорится об этой блуднице когда рим пал первый рим италия второй рим константинополь и третий рим сразу перехватила москва мы третий рим специальность и такие партии третий рим везде заполнена ни одна страна ни один город в мире никогда не претендовал на это название москва это третий рим вы это слышали не такого тоже нет не распространенное вы зарядите в википедии вы сразу найдете москва в каком году себя объявили третий рим там не говорится рима вавилон а вавилон это рим и москва третий рим епифания словенецкий говорил москва третий рима четвертому не быть но это так все повторяется на 3 я потом тоже там докажу и так и найдено найдено кровь святых вам они вообще ничего нету в вашингтоне никто не казнил а здесь речь идет о сотнях тысяч убитых москва и и учения там в бутово путина по повели ну и показывает возле 20 тысяч священников имена а вот как ходит чудовищно да что же такое сам из этой системы полковник кгб чудовищно да что же это такое он в ужас пришел брали подряд класс за классом вырезали дворянство офицерство казачество все те которые были гуманитарии кого-то отпустили кого-то обменяли вот этот марсинковский бердяев ильин оказались за рубежом вытворили их отсюда москва наполнена кровью от края до края ни один город на это не претендует по порядку никто не претендует на название третьего рима нигде не было крови все города отпали остались одна москва и далее от этой блуднице обогатили все народы а других а назовите вы смотрите при когда горбачев еще был начали прощать миллиарды миллиарды конга алжир все вокруг всех кормили кроме своих америка никого не обогатила она своими колониями давилась у россии никогда этого не было накормила и север и юг и всю весь мир почему богатство несчитанное по всем признакам которые называют так это еще не все только москва подходит и она будет сожжена в один час и купцы посыпят голову пеплом какой город великий и обогатились там все перечисляется все что у нас есть все самое редкое и и души рабов и прочее а более рабского строя не было вот это определенно четко показывает и поэтому а он то ничего не знает от мальчишка там стоит заворачивает они не толкование то не имеет а у меня один вопрос если в руках у него была синодальная библия почему теперь брал сиритической сколько раз а там где не сходится он сразу брал тот перевод это никто не заметит если он не знает а так как библия у меня здесь то остальное как чуждое оно мне сразу отпечатывается не проходит перфокарта не пропускает ладно это я посмотрю я не обратил честно вот когда говорит он о библии вы тормозите откройте библии посмотрите половина оттуда половина оттуда я первый раз это вижу это иногда нас они берут на спор давайте мы сделаем люди поверят 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 а сколько до тысячи 100 придет а тут 750 пришло все он выиграл пари вот допустим у нас есть урал ну и что павел бажов написал особый рассказ там горы какие хозяйка медной горы ну выдуманная там она говорит к является находит где золото образовали секту и руководить кандидат каких-то геологических наук на полу это уже это уже совсем не ну а хорошо хорошо а тот который называется сегодня вистарионом милиционер сергей торопов торопов как он мог себе про и люди верят что это христос продают имение и где-то из академгородка новосибирска приезжают там целые улицы и он тоже я бы не предмет здесь же идет уже речь о конфессиях христианских разное толкование на писание разные переводы писать знаете евгений слова конфессия это совершенно там около близко даже по моему не стояла так конфессии что такое это все выдумал сатана динаминации конфессии это два слова которым и дьявол прикрыл слова ересь у церковь у бога есть церковь и ересь и остальное откуда динаминации конфессии а какой-то динаминации а надо спросить какой-то ересь и принадлежишь церковь это там церковь где сохранилось рукоположение вы знаете это которые православные мы все время армяне копты и сирийцы все вокруг мертвая зона зеритиков у вас же есть вон православный еще этот дуревич он наглядно все это обрисовывать если вы смотрели его ролики антон дуревич я знаю слышал такого вот он там наглядно все рисует протестантов тех вычеркивает из тела христа они там не были в теле христово их вычеркивать не надо христос сказал создам церковь создам а создам слабые места создам церковь а если они возникли в семнадцатом веке или в пятнадцатом да что снова церковь господь создает ну это же вообще никакого отношения не имеет к тому кто желает спасения он понимает церковь одна и никуда дальше без церкви нет спасения а где известно деяние 247 господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви он уверовал где-то но к церкви где таинство принимать а у них ничего нету ломают хлеб да я был там где печенье ломает я говорю а что это такое ну вот это вечерю составляем но вы взяли хлеб купили так ну да но разломили подали что подали хлеб а почему виновен против тела и крови кто недостойно причащается так это у православных теперь вы сами подтвердили где тело и кровь да не знаю я в барнаульской церкви ходил там по моему причастие так же как и православие прямо и объявлялись тело мое ломимое теперь это они мы их тут добили теперь они начинают себя церковь называть а раньше не было как раньше было не знаю но епископ говорили старший пресвитер все время а сейчас епископ откуда ну они слышат когда мы говорим им а у них нет они долго переименовать можно ну хоть как крути она все то же самое они никакого отношения к церкви христовой не имеют а вне церкви христовой другое название не подходит в америке это мнение мне знакомо я знаю православное точку зрения у протестантов же они считают что церковь христова она невидимая как бы только кристос своих поэтому они вот это собирается в одном месте нет невидима у нас вечер и сегодня видимая она невидимая то что перед богом сидела я не знаю точки зрения но за по ролику вот допустим то что мы обсуждаем хотелось бы еще побольше информации насчет третьего храма ваш давайте давайте что спрашивайте что там ну как вы видите вообще картина вот евреи строя третий храм какого дальнейшее там в развитии событий три с половиной года последняя седмица будут приводить к единству потратит на это три с половиной года последние от антихриста он будет полновесный хозяин на всей земле границ не будет денег не будет пищать чип вот тут заиграет надо не продать не купить и три слова об антихристе он для этого владимира сергеевича соловьева он хорошо описал это найдутся те которые католики подчиняться ему православные и протестанты он разделил там евангелист иоанн петр и павел павел это протестанты петр католики а я она это православная и все говорят антихриста мы бы признали если бы он признал что на землю приходил иисус христос а он все разрешить делать а сразу здесь а этого я признать не могу на эшафот вот есть такой фильм антихрист называется а второй фильм 6 6 6 просто 6 вот вы посмотрите потом как христиан казнят гильотиной современной очень сильно показано ну вот по ролику поэтому какие еще вопросы ну в принципе ваше мнение так более-менее мне понятно учение православие это вот то что вы мне карту показывали это официально или это ваша личная точка зрения нет это не по другому никогда не было с первого века это вы зарядите тут где-то я сейчас не знаю у меня где-то есть оно в интернете там прямые линии там светом показано отсюда снято это я знал с первого дня как уверовал а теперь он говорит о том что как строится показывает разный храм а вот с евреями поговорил евреям строить а ты за них решаешь а у них мысли другой нету как только на том самом месте но корова красная корова же действительно у евреев уже есть но правда это уже насколько я знаю не первый раз они уже это правильно это правильно надо ли это еще что он открывает там чист начинает считать семерка проходит где все абсолютно блефует абсолютно все выдуманное если даже не придет но тогда так маленько а запоздал христос он кривляется стоит как это запоздал у бога дни высчитаны минуты и секунды ну да там очень точные даты говорят ничего не говорится что на 2014 по 2021 год это прообраз последний седмины не надо христос сказал не ваше дело знать времена и сроки не гадайте на пальцах вас господь их связал страхом он почему не приводит не ваше дело знать времена и сроки почему он это не приводит на это тоже вопрос отвечает он говорит что потому что задача апостола стояла распространение евангелия а не думать там про кафедата не надо выдумать иисус ответил на это ответил четко ясно а вот теперь он поднялся туда теперь вот ему будет то другое но на каждом шагу выдумать такой детский лепет ну первые адвентисты седьмого дня они объявили пришествие христа в 1841 году 1841 посчитали кто у ям миллер первое четко даже а свидетели его позже возникли они построили три дома рядом аврааму исааку якову а потом продали все еще нету было много таких ложных было пророчество господь сказал не ваше дело знать на каждую минуту готовься но тут дело в том что много признаков на это указывает и признаки это это не не даты признаки не буду слушать определенных я говорил вчера с одним на эту тему я говорю вы такой сколько вам лет а сегодня кажется в чат рулетки но мне 23 я говорю мне 81 ну давай в ряд встанем пусть кто-то проходит и скажет кто раньше умрет знаешь умный человек он задумается не знаю но по признакам по которым можно глаза плохо смотрят болит глаз это означает все я буду в искаженном виде видеть вот так земля слух ослабленный а у молодого у него нормально но 23 вот это я был другой вот так старение организма земли человеческого общества она может оборваться внезапно он пошел от меня его тоже машина сбила моя старый гнилой пень сижу на месте меня машина не сбила я пережил ну да мы не знаем так что я у него не нашел ничего кроме с 1948 года когда израиль начал собираться теперь если он еще знает в журнал огонек там был тогда главный редактор виталий коротич еврей огонек известный журнал центральный и там большая статья была гитлер тире основатель израиля это что убивал он там освенцем на сплошь и рядом везде вопросы стоят а что это означает полукровок метисов все в печь а которые главное были всех отпустили за деньги ушли которые образовали вот суть то какая и ни в одном лагере не было чтоб театр работал и пищать издавала газеты как было у них сегодня все это открывают ну и что мы должны знать семя авраамова не проклиная благословляй вот на меня нападают я против евреев плохо сказал я нигде не говорю плохо я говорю вот то то было построена революция то то участники кто разобрал россию 72 года работали даром кто березовский гусинский давайте по порядку разберем из 10 9 евреи и каждый получил в одну ночь миллиардерами сделались я что должен говорить не было этого было но я должен сказать что и библия об этом предсказала из цари народов принесут им дары это семя авраама только благословлять можно так вы же знаете что революция не устроили шестьдесят шесть миллионов русских убили знаю не отрицаю но проклинать не буду а самым главным евреем где было знакомо я сказал если я был был там где вы и вас будут убивать через мой труп только перейдут еврейский народ неприкасаемый почему великое преимущество быть иудеем во всех отношениях во всех най паще в том что им вверено слово божие им вверено слово божие мы от них получили от них по плоти рожденная дева мария христос как я могу сказать слово до библии в руках у меня не было я давно в могиле лежал как бы я ни молился не принимал святое причастие об давно в одну горел поэтому на евреи никогда нигде но я должен сказать все как было тогда они меня и другие люди слушают они такие хорошие паиньки пушистые беленькие сказать все кто образовывал кто такой троцкий противоречивый да и такой народ вроде и писания через него мы имеем они же они никогда не покорялись богу я как-то разговаривал скажу у тебя внуки есть есть чем летом занимается на бабушке поехали ну у бабушки сколько это три месяца были я говорю у меня сосед еврей у них такого же возраста пацаненок и он тоже хочет бабушке поехать а там дедушка дедушка он поиграл ингредиция как ты не забывай тебе руководить не страной не городом а всем миром и так давай изучаем языки юриспруденцию журналистское право банковское дело а ребенку еще десять лет нет они учат почему мировая цель понимаете ни у кого этой цели не было а у кого цель была как у гитлера у сталина ее нету разрушили надо быть слепым чтобы не видеть это сталин объявил им войну гитлер где они они набрали какую силу после то почему это предписано и мы должны благословлять а как чтобы они обратились приняли христа как истинного мессию они мешаха вот как так тебя за это у тебя там везде ресурсы закроет потому что в еврейских руках будем молиться чтобы они это поняли я не только не против а я везде тысячи раз вставал на их защиту почему мне ко мне прислушивается вот свидетели его вот тут запретили запретили в стране отняли 470 домов у них там зал царства называется я недавно четыре письма написал путину государственную думу министерство истиции генерального прокурора почти от всех от путина еще письма нету получили я груди справедливо и гонит государственные теократическое перед законом мирским мы все равны почему их объявили экстремистами они хорошие труженики работники честные они не подозреваю что это православные постарались да боркин там александр леонидович это все гнули я написал вы начали с них кончите нами вы если слышали такой был пастор лютеранский не мюллер его выдержки везде идут он говорит когда стал гитлер арестовать коммунистов у меня сосед коммунист я промолчал потому что я не коммунист вскоре стали подарок подбирать евреев у меня повыше на два этажа еврей жил я тоже промолчал я не еврей и стали арестовывать профсоюзных активистов я опять промолчал я же не активист а когда пришли меня забирать уже никого не было что кто заступился я говорю пока еще до нас не добрались мы должны заступиться за них за свидетелей гола да но это как если руководство принцип демократии то вроде когда если религиозными и там правильность писания если уж там вы считаете там протестанты хоть как-то там ближе к 50 евгений евгений не надо дальше я говорю государство мирское не теократическое а они потом вот их не разбирают что юридики они экстремистская организация в чем я буду докажите ни один не говорит экстремистки это православные везде ностают танки особо танки кропят в чечне воюют везде в стане 14 тысяч 700 человек погубили это все на церкви висит а у них этого нет они назывались в германии бибель форшеры гитлер уничтожал целиком три только фигуры это евреи цыгане и свидетели еговы но самое большое число вышло оттуда живыми свидетели еговы но это я не знал что он уничтожал да именно так одинаково научно всех арестовывал почему а они ему не нравились они говорили ты погибнешь ты неправильно поступаешь они как вольф мессинг пророчили ему смерть я с ними сидел в тюрьме я их очень хорошо знаю прекрасные люди так они переливание крови не допускают сколько людей умерло игру сколько молчат не знаете один человек умер женщина это не известно чего у них а я ездил когда в поездку у меня я завещание сделал перевели на английский немецкий французский нотариум заверил не разрешаю делать переливание крови или брать органы хоть они может никому не нужны определенная щетка составил завещание а вот в елисты это калмыкия 470 детей заразили спидом писали об этом новые шприцы прямо из запечатаны кто их туда заразил и положил и заразили а они это не дают у них все дети живые в афганистан отправляли они оружие в руки не берут свидетели еговы все у меня дедушка сидела бабушка и мы со мной ребята сидели уже на тассе хорошие ребята мастеровые но они мне завидовали всегда вам библию разрешили а нам не разрешают ну ко мне относились конечно потому что московской кгб дело вело и пальцами тронули вот так надо смотреть и относительно евреев говорить правду и стоять за них не было массив протестантских течениях практически евреев любят очень ну да православие я знаю что есть такое но мы должны знать я не могу скрывать что вот не было крестовых походов как не было 11 да не было инквизиции как не было 12 миллионов погубили мы даже это говорить и в то же время в конце сказать и все-таки католики есть церковь надо комплекс набрать все но вообще насчет еще ролика он же базирован там на еще одном канале мудрая дева называется не знаю не стал смотреть басни басни бабе мне не надо у меня времени нету дальше начал толковать все 70 лет а при больше 80 давид сказал давид в 89 псалме сказал и он это приплел к последнего времени там написано человека он говорит современного человека то есть врет на каждом шагу да но это я да это я ваше средство зрения понял там даже зацепиться не за что там все такое рвется там же еще есть такое мнение что вот сейчас данный момент израиль находится под покровительством соединенных штатов америки он же практически израиль окружен всеми арабскими государствами которые его ненавидят а он ненавидит и единственное что сдерживает это то что боятся демократии боятся сша боятся вот этого мирового порядка который еще в данный момент еще стилен как стоит только сша так сразу ничто не будет держать арабов на того чтобы напасть на израиль шестидневную войну предаяния вспомните шестидневную в шесть дней разгромили полностью все объединенное у них чуть не в сто раз больше танков было врагов все в древесине разнесли время то не стоит на месте они тоже вооружаются у них тоже не трон и их не победить не победить вот на этих каналах сейчас на мудрое дело там есть такое мнение что антихрист придет из турции не потому что царь северный говорится а тут же северный государства по отношению к израилю все же говорится по отношению к израилю какие саре там сарь северный сарь южный либо прообразами нет северный никогда не будет называться то что рядом находится север страна наша север и старше только медведи я свою хочу договорить ну не мою вернее как там он даже не знает кто руководит этим то ну надо же понимать он знает слова масоны почему масонах находятся и турки и китайцы так они знают это только предбанник над ними кстати говорит что масоны это отвлечение нашего внимания от настоящего антихриста да даже ему миру указывают что масоны иллюминаты и вот есть да тайное общество которое своего царя хотят поставить но на самом деле это все ширма прикрытие под шумок чтобы провести как он объясняет он говорит что сейчас идет укрепление турции россии союз с ираном и с прочими вот этим восточными государствами и что если сша но все эти государства в конечном итоге объединяться 10 царей и свергнутся с сша и не будет уже трифонов для того чтобы напасть на израиль это все будет уже это все это правильным антихриста все это пустое пустое даже слушать нечего но мы же сейчас это и видим что действительно россия дружит с ираном дружит и это все ближний восток это все окружение израиля что мы как бы на стороне восточных вот этих государств а это израиль единственных крупных государств он поддерживает это сша она как бы его пока и охраняет можно сказать но бог так сделал чтобы израиль мог то есть это божие божие как сказать дело такое его израиль неуязвим это больше земля это божий народ все равно через кого то получается да богом поставлены но они просто не знают не знают и не доверяют поэтому мы даже просто смотреть слово божие и не гадать кто с кем дружит 10 государств мы не знаю слово божие есть 10 царей мы видим как это все формируется ближний восток вокруг израиля хорошо скажите три года назад чем формировали когда самолет который летел в избили турки как накалилась обстановка то и оттуда все кто там был в отпуске в турции всех домой скорее стали звать а сегодня так а завтра так с китаем как дружба навеки а даманский как даманский как сожгли не надо гадать потому что все вот так вот меняется россия это все-таки христианская страна она на чеку всегда находится я так думаю знаете название одно только название не название коп на скот положен христов все равно православный ты и или неправославный допустим легче евангелие объяснять не так показалось рассуждать о евангелии с русским человеком в котором уже из от рождения его заложены многие добродетели чем допустим раз рассуждать каким-нибудь китайцам или еще с кем-то они как бы мне кажется не представление другие в голове почва почва другая я 18 лет вел занятия в алтавском государственном техническом университете слово божие а география мировое искусство двадцать одна тысяча студентов и там цепеникова я знаю а там 18 держав стран посылают своих учиться суда и вот цепеникова одна кандидат наук это кажется людей звать и она пять лет вела исследования 100 групп взяла и опросу подвергала их пять лет 3000 студентов какого возраста из мракоязычества эту статью могу вам скинуть и оказывается из трехсот человек трехсот а там проценты все выставлено которые крещены в православии только один что-то знает а вы горите христианская страна ничего нету 80 допустим процентов считает что молодости надо грешить а в старости кается что такое целомудрие может быть на 100 человек только два человека ответили там ничего нет кроме разврата это она показала и она опубликовала это газета мирская опубликовала и местные парки я пошел к ней нашел какой ее там кабинет и поблагодарил я говорю вот какой материал дали а она говорит я открыл когда так она так ахнула я горит на на клиросе сейчас пою слово во церковилась научила говорить я говорю вам благодарность должен быть на вынести епископ вы открыли что ничего не не работает народ ничего не знает на 300 моченых может быть ни одного крещеного даже нету и только один знает ходит причащается 0,3 процента вы говорите страна православная все это обман мне кажется почва благодатная но может быть почва может там по предкам считать деды были расстреляны может быть но суть то вот какая на 300 человек только один что-то знает я вел занятия знаю да такие предрассудки разные там ой 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 вот надо то то надо то то там вот я допустим был в этом раз ростке там шухшин где и памятник сделали как экзамен сдавать туда едут и он сидит ему но запали с большой ноги берутся он сверкает а я был в томске а там чехов памятник и ну скульптура черная а нос блестит все студенты приходят в день экзаменов за нос его берут что благословил удачно сдать но с уверяю и с уверей на это везде любой памятник медный где не есть везде что-нибудь натрут ну так евгений я думаю что вам понятно что мальчишка смеется в это не верить еще нельзя он просто нет да да я это мне не понравилась сама подача материала это как современное шоу я это сегодня я даже вижу что если допустим взять национальности даже вот если взять американцев да они привыкли чтобы у них всегда было шоу и все что даже на религиозной темы на темы веры то что они не делают свои вот эти проповеди продукты всегда получается как шоу обязательно стадион собрать даже вот протестанты хорошо относится били грэму но тоже вот это все как шоу 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 если мы допустим возьмем африканских из племена и всегда плясать надо они христа приняли но и все равно плясать надо это национальная особенность мне кажется так откладывается соответственно этот парень пропитанный всем вот этим западным вот этим менталитетом соответственно создал такой роли я эту подачу тоже не приемлю христос же так не делал христос ходил он скрывал даже что он что он христос на кого ты почитаешь меня это должно быть тайное знание как бы даже не буду говорить тайной но дело в том что он говорит и приплясывает и как он разводит руками я смотрю на него у меня опыта я вижу кривляка он смеется над нами кто слушает его 50 десятников да я посмотрел на другие ролики а у них там стопроцентное объяснование падают они кричат воют лают и что угодно но если ничего нет прощаемся хорошо да ладно спасибо за беседу мы говорим спаси христос спаси христос аллилуйя с богом хорошо что бороду не бреете до свидания